К этическим моментам и опять-таки как следствие этого к моментам экономическим приводили к разделению не только по менталитету, но и по уровню достатка, по уровню жизни в целых странах. То есть мы в Европе можем условно выделить два типа стран. Первый эшелон – это протестантские страны, такие как Германия, Австрия, Швейцария частично, Голландия и Скандинавия. То есть это те страны с превалированием протестантской этики труда, где высокий уровень жизни сохраняется, несмотря на все то, что я говорил применительно к первой теме моего повествования. И страны второго эшелона – это католические, более южные страны, где экономический рост, экономическое положение не такое высокое. Отчасти это обословлено, возможно, климатическими моментами, потому что эти католические страны, такие как Португалия, Испания, Италия, Сицилия, и Франция тоже так же. Отчасти это более южные регионы, где такой климат, что у них полдня сиеста составляет. Отчасти это обусловлено отсутствием протестантской этики труда и тем, что в католицизме у них исторически другие нормы, другой подход к экономике и так далее. То есть у них не было такой корреляции между экономически успешным субъектом и представлением о том, что это выражение того, насколько человек угоден Богу. То есть они в своем культурном генезисе больше апеллировали к фразе Иисуса Христа из Евангелия, что легче верплюду пройти через угольное ушко, нежели богатому попасть в Царствие Небесное. То есть это как раз та цитата из Евангелия, которая в протестантских странах, как правило, никогда не цитируется, потому что у них наоборот экономическая успешность человека является напрямую сопряжена с представлением об угодности человека Богу и так далее. По сути протестанты это были одни из первых людей в рамках христианской конфессии, которые старались к получению какого-то дохода и к получению какого-то преимущества уже в этой бренной материальной жизни и рассматривали свое экономическое благополучие как показатель довольства Бога и так далее. Опять-таки отрицание свободы воли характерно также для ислама в какой-то степени, потому что там утверждается, что ни один волос на голове верующего человека и вообще человека, там он не пошевелится без собственно воли всесильного божества и так далее. Но ислам это уже соответственно уже отдельная религия со своей собственной теологией, со своей собственной философией. То есть как мы видим исторически существуют разные отношения к идее свободы воли и для большей части последующих философий, которые имели христианский бэкграунд, для них характерно наоборот утверждение идеи свободы воли, то есть это и для рационализма, и иных каких-то последующих философских течений характерно. И в качестве такого отрицателя идеи свободной воли в более поздней философии выступал уже Бенедикт Спиноза, к которому, кстати, апеллировал Ницше, называя его своим великим предшественником. Позиция, то есть уже для такого философского течения, как и рационализм, и волюнтаризм, для него характерно уже соответственно другое отношение к идее свободы воли, то есть там наоборот утверждается глобальный детерминизм, там говорится о том, что в основе любого поступка субъекта лежит не его сознательный выбор, а тенденции слепой воли, и поэтому там свобода воли, она отрицается. Опять-таки, если мы хотим ознакомиться с этой позицией, то есть позиции этого философского течения, то здесь нужно прежде всего взять за основу конкурсное сочинение Шопенгауэра, которое написано им для Норвежской, значит, Королевской Академии Наук, которая так и называется, о свободе воли. Значит, а вот Марк Лившит спрашивает, всегда ли концепт свободы воли связан с дихотомией добра и зла, а взрострийской этики тоже проблема свободы воли поднимается, не в знак вопроса. Ну, смотрите, на самом деле я веду к тому, что в действительности неважно, из чего исходят предпосылки о идее свободы воли, а я хотел бы немножко рассказать по поводу того, как эта проблематика рассматривается в рамках философии волюнтаризма, то есть уже безотносительно к моральной проблематике, то есть без опоры на представление о добре и зле, и уже как это может быть связано отчасти с развитием каких-то современных научных даже представлений, то есть что мы знаем о устройстве и функционировании человеческого мозга как актере разума на сегодняшний день, то есть с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что любое представление о правильном и неправильном поступке, то есть любой вопрос выбора, он так или иначе, он может быть развит до уровня дихотомии моральной проблематики. То есть если мы имеем представление о правильных и неправильных поступках и возможности выбора между ними, то, соответственно, мы можем это представление развить до уровня полноценной моральной системы, так или иначе, безотносительно к тому, на каком теологическом фундаменте мы эту систему моральных представлений развиваем. Вот в чем дело. Поэтому я сейчас немножко после вот этого краткого экскурса в историю проблемы, я хотел сказать немножко о позиции волюнтаризма. Да, то есть вот, собственно, вот это конкурсное сочинение Шпенгавера, оно так и называется, о свободе воли, но оно достаточно пространно написано. Но основная мысль его сводится к тому, что человек в своем познании, он не может пойти дальше тезиса «я хочу то, что я хочу». И в целом, если резюмировать опыт философии волюнтаризма, то, естественно, мы видим, что идея свободы воли, она там отрицается, утверждается некий глобальный детерминизм именно с позиции примата воли. И, значит, тезисно, как это может выглядеть? Вера в свободу воли подразумевает веру в спонтанные поступки. То есть каждый сознательный субъект, он может выбрать, допустим, чай или кофе и так далее. И на основе каких-то своих желаний, своих предпочтений, и на основе каких-то других факторов, возможно, на основе даже того фактора, что человек захочет обмануть ожидания других людей, которые рассчитывают, что он сделает выбор в пользу одного варианта, а он выберет какой-то другой вариант. Но здесь, если копать глубже, то есть искать предпосылки какого-то бэкграунда, то есть каких-то факторов, которые предшествуют вот этому выбору, то мы вместе с представителями волюнтаризма можем прийти к следующему тезису. О том, что каждый выбор, в основе каждого, условно говоря, вот этого выбора субъекта находится доминирующий фактор врожденной природы субъекта. Либо доминирующий мотив, который доминирует в тот или иной момент выбора. И этот, значит, мотив доминирующий, он опять-таки под собой имеет врожденную природу субъекта в преломлении через обстоятельства среды и так далее. А в основе природы субъекта с точки зрения, опять-таки, философии волюнтаризма и Ницше, в частности, находится и волевой импульс, и самость субъекта как что-то, что находится в основе природы субъекта, и что-то, что является выразителем вот этого самого волевого импульса. Но, опять-таки, воля в этом смысле – это просто некое условное понятие предельно универсальное, которое, значит, волюнтаристами вводится в философию для объяснения вот этого самого широкого спектра разнообразных процессов, для того, чтобы не было необходимости вводить какие-то, значит, в операционный аппарат вводить какие-то иные другие, значит, разнообразные категории. То есть, каждый поступок субъекта, тот или иной, обусловлен доминирующим мотивом, который, значит, побудительным мотивом, который коренится в природе самого субъекта. То есть, таким образом, то, что нам представляется как сознательный выбор, с точки зрения философии волюнтаризма, таковым не является. Почему? Потому что разум, или, условно говоря, сознание, оно не является первичным элементом в цепи вот этих, значит, последовательных актов, которые приводят впоследствии к тому или иному действию. То есть, в основе вот этих процессов лежит воля, и только после этого воля запускает, значит, разум, или то, что мы условно можем назвать сознание, и после этого происходит выбор. То есть, тут аналогия, опять-таки, как, значит, с деятельностью компьютера, что для того, чтобы операционная система компьютера начала работать, то, прежде всего, необходима подача электричества. И плюс, значит, работа операционной системы компьютера, она невозможна без наличия, собственно, компьютерного железа и тех специфических, значит, каких-то субъективных моментов, субъективных, значит, каких-то частей, которые характерны для данного конкретного компьютера. То есть, впоследствии, ввиду этого, ввиду вот этой сложной цепочки, деятельность самой операционной системы, ее вычислительная деятельность, это не, значит, начальный элемент этой цепочки, а уже конечный, да, потому что для начала необходимо, значит, наличие самого компьютера с его железом внутри, потом необходима подача электричества, и только потом, после того, как, опять-таки, кто-то этот компьютер включит, он начнет функционировать. То есть, вот по аналогии с этим, вот в этой сложной системе, разветвленной деятельность нашего разума, да, которая, по мнению людей, осуществляет сознательный выбор в пользу того или иного выбора, того или иного варианта, это уже некое конечное звено вот этой цепи, а не начальное, как может показаться людям, которые, допустим, верят в свободу воли, но не задумываются и не анализируют каким-то образом тот сложный бэкграунд, да, который приводит к, значит, формированию того или иного выбора и к запуску вот этих процессов разума. Значит, и как это, опять-таки, не парадоксально, и вот любопытный такой момент, что вот этот взгляд на вот эту цепочку последовательных, значит, звеньев, которые приводят к тому или иному сознательному выбору, который мы видим на примере философии волюнтаризма и рационализма, мы удивительным образом видим, что это очень хорошо согласуется с теми, значит, опытами, с теми данными нейробиологии, которыми человечество располагает на сегодняшний день. То есть, речь идет и об исследованиях, которые таким популяризатором науки, как Марков, были многократно озвучены, и в первую очередь об эксперименте группы Хайнеса и предшествующих аналогичных экспериментах, когда человеку, которому, значит, давали задание выбрать тот или иной, значит, вариант или решить какую-то, значит, логическую задачу, какую-то операцию произвести сложную в своем разуме, да, для того, чтобы прийти к какому-то решению, ему на голову, значит, цеплялись датчики, которые измеряли активность различных зон, различных центров мозга, для того, чтобы смотреть, вот какие процессы происходят в мозге того или иного субъекта, когда он, значит, производит вот это вот решение вот этих задач и выбор в пользу разных вариантов. И вывод, к которому пришли исследователи, значит, в результате эксперимента группы Хайнеса и в результате предшествующих более ранних экспериментов, он, значит, достаточно интересный, да, потому что, значит, вывод следующий. Мозг субъекта формирует готовое решение, да, той или иной проблемы и, значит, решение в пользу того или иного выбора за определенное время, да, то есть в первом, в случае более ранних экспериментов там речь шла о долях секунды, в эксперименте группы Хайнеса, где уже там какие-то более сложные задачи человеку нужно было решать, там уже речь шла о хронологическом интервале 7-10 секунд, там и даже до 12 секунд доходило, то есть за 7-10 секунд до того момента, как тот или иной субъект осознавал решение как свой сознательный выбор, то есть сначала мозг решал эту задачу, да, какую-то определенную, определенным образом, и впоследствии, как это регистрировалось в процессе эксперимента группы Хайнеса, человек осознавал это решение как свой сознательный выбор, то есть только через несколько секунд после того, как это решение в мозге, значит, оформлялось в своем законченном виде. То есть таким образом мы видим, что те центры, которые, условно говоря, позиционируются как что-то, что содержит в себе сознание субъекта конкретного и как что-то, что отвечает за его сознательную деятельность, значит, в действительности в подключении этих центров и тому, что решение, оно то или иное, которое в мозге возникает, оно проходит к подключению этих центров специфических, то этому всему предшествует очень сложная работа, которая в мозге человека происходит, но она нюансы этой деятельности и даже законченное, значит, законченное решение того или иного, значит, выбора и там, как бы, решение той или иной задачи, оно для человека осознается как его сознательный выбор уже позднее, то есть, в результате наглядно показывается, что мозг является актором мышления, что мозг, он не устроен таким образом, что он, как какой-то передатчик откуда-то, извне там, или еще откуда-то, получает готовые решения, а что он то или иное решение, тот или иной выбор формирует сам и, собственно, человек, как, значит, кто-то, кто в кавычках наделен сознанием, да, он осознает то или иное решение, как свой сознательный выбор, лишь через определенное время после того, как мозг это все ему преподносит. То есть, таким образом, этот эксперимент, он ставит крест на любых представлениях о свободе воли, да, потому что в действительности мы не имеем дела с каким-то сознательным и спонтанным выбором, да, в действительности, да, потому что любым представлением об вот этом сознательном и спонтанном выборе предшествует сложный бэкграунд работы мозга, который, ну, до последнего времени, то есть, до приведения вот этих экспериментов, он был неизвестен. Вот, то есть, вот таким образом. Поэтому, собственно, в научной среде, в среде нейробиологов, в среде популяризаторов науки уже вот это представление о свободе воли, оно считается архаичным и, по сути, опровергнутым. то есть, ну, как следствие, мы можем считать, что те теологические и философские модели, которые базировались на вот этом представлении, по сути, на этом религиозном догмате, да, они также опровергнуты, то есть, их представление о мире опровергнуто развитием науки. Вот, ну, и напоследок, можно здесь упомянуть цитату Ницше из книги «Злая мудрость» по поводу, значит, свободы воли. Ницше писал следующее, «Кто ощущает несвободу воли, тот душевно больной, но кто ее отрицает, тот глуп». То есть, здесь вот такое краткое, емкое. «Радик Исмаилов иронизирует на тему того, что психологи помогают людям избавиться от своих зависимостей, но в то же время очень многие врачи и психологи, и психиатры курят. Ну, да, это вот известный факт, в общем, то есть, врачи, они сталкиваются с, ну, особенно хирурги, кстати, в большей степени, вот так, если такую статистику проводить, то больше всего курят те, кто напрямую работает вот в какой-то хирургической сфере, потому что они как бы, так или иначе, они сталкиваются со стрессами, когда они вот именно в травматологии работают, в реанимации, и вот как средство борьбы с стрессами, они избирают алкоголь и сигареты и так далее. Вот. Так, ну, я вот опять-таки кратко, тезисно по поводу свободы воли, я думаю, что я рассказал, я не уверен, что все, что я сейчас озвучил, будет понятно моей молодежной аудитории, ну, и плюс излагаю я тоже достаточно специфически, то есть если бы я все это переслушивал, то не уверен, что даже я сам бы там все понял. Ну, в общем, логика такая, что каждому выбору и каждому поступку, который мы можем рассматривать на уровне собственных обыденных представлений, как наш свободный и спонтанный выбор, значит, каждому такому выбору, каждому поступку предшествует доминирующий мотив, который коренится в нашей природе, да, как субъекта, да, как, значит, и в преломлении этой природы через какие-то сложные и многогранные обстоятельства среды и так далее. Да, то есть, в действительности свободы, как спонтанности, ее не существует именно в этом виде, в этом качестве, да, и на этом примере, а каждый выбор, он обусловлен так или иначе какими-то определенными факторами, даже если эти факторы, они для нас неизвестны, да, потому что здесь, во-первых, может идти речь о каком-то внешнем влиянии, которое не всегда для нас очевидно, да, то есть, это и влияние, там, и воспитания, и культурной среды, в том числе, с одной стороны, а с другой стороны, уже в самом широком смысле речь идет о той сложной вычислительной комбинаторной деятельности, которая осуществляет наш мозг, и решение, которое мозг формирует в результате этой деятельности, оно для нас становится, значит, нами, осознается, да, условно говоря, как наш сознательный выбор, лишь через определенное количество времени, то есть, через несколько секунд, то есть, там, промежуток, хронометраж от доли секунд до, условно говоря, 10-12 секунд, до того, как мы это решение осознаем, как свой сознательный выбор, что очень, значит, красочно и хорошо обоснованно показано на примере эксперимента группы Хайнаса, вот, то есть, единственная причина, почему, собственно, у каких-нибудь религиозных людей, которые базируют свое мировоззрение на идее свободы воли, либо у других каких-то людей, которые до сих пор верят в свободу воли, как в какую-то данность метафизическую или как вот что-то, что реально существует, единственная причина, почему у них не бомбит от, собственно, результатов эксперимента группы Хайнаса, это то, что они их в силу, значит, своей интеллектуальной тупости, они этого эксперимента, они его не поняли просто, о чем там речь идет, вот, и, ну, в принципе, это хорошо, да, потому что это, как бы их спасает от каких-то разочарований и, опять-таки, от попадания в какой-то, вот, опять-таки, экзистенциальный хаос, тупик и крушение всех предшествующих представлений, да, поэтому, ну, им лучше, конечно, не рассказывать про эксперимент группы Хайнаса, потому что, если они по каким-то причинам смогут понять, в чем там дело, то их ждет, там, не знаю, алкоголизм, самоубийство и так далее, потому что весь мир, мир тех представлений, в которых они до этого пребывали, он будет для них разрушен, вот, ну, либо есть еще один какой-то вариант, это постараться как-то адаптировать, да, свое представление о свободе воли, как какой-то, значит, данности, с данными этого эксперимента, то есть, как-то вот ухитриться, значит, ну, это уже, собственно, дело последующих поколений философов, интерпретаторов и так далее. Так, ну, у нас, собственно, остается совсем немножко времени, я думаю, что такую большую тему, как учение профессора Савельева, мы все-таки с вами на следующем эфире, на субботнем эфире рассмотрим, вот, поэтому сейчас я мог бы немножко поотвечать на вопросы на стене, либо уже, собственно, откланяться, потому что сейчас уже поздний, вот, а повествование увлекательное мы с вами продолжим уже в рамках субботнего эфира, там я, надеюсь, развернуто, значит, в первой части эфира расскажу вам по поводу, значит, учения профессора Савельева и того, значит, значит, срача, можно сказать, интернет-языком, языком молодежной аудитории, того конфликта, который, в общем, вокруг вот этих всех представлений, вокруг вот этих, вокруг имени и деятельности профессора Савельева развернулся, ну, опять-таки, тоже лаконично, как-то, значит, вот, а сейчас, как бы, поотвечаю на вопросы немножко, либо уже раскланюсь до субботы, вот, если у аудитории возникнут какие-то вопросы по тем темам, которые я, опять-таки, сегодня озвучил в рамках сегодняшнего эфира, то вы их можете либо на стене эфира, на стене радио, да, в субботу озвучить, либо написать в группу маргинальные ревью в соответствующую тему с вопросами и там вопрос задать, потому что я обещаю, опять-таки, торжественно наклянусь, что до тех вопросов, которые там в этой группе, в этой теме содержатся, я тоже рано или поздно доберусь. Вот, как-то так. Так, ну, поскольку... А, ну вот, вопросы пошли. Только я хотел откланяться, сказать, что нет никаких вопросов, начали писать вопросы. Так, как относишься к чистоте в кавычках национальных языков? Ну, я исхожу из того, что язык это вещь живая, то есть, что-то, что находится не в статичном каком-то виде, нам дано, а находится в каком-то преобразовании историческом, то есть, это связано и с изменением культуры, и с ростом науки, с появлением каких-то новых слов, терминов. Вот, и часть также связана и с миграционными процессами и так далее. То есть, поэтому для меня такого понятия, как чистота национальных языков может существовать только, опять-таки, на каком-то относительном уровне. То есть, мы можем говорить о чистоте национального языка только в какую-то конкретную единицу времени. Почему? Потому что можно сказать, что, допустим, русский язык XIX века, он был более чистым каким-то по сравнению с современным русским языком, который где-то, условно говоря, деградировал, где-то появились новые термины, новые слова, новые обороты и так далее. Но с другой стороны, мы точно так же можем сказать, что русский язык XIX века, кто-то может такое оценочное осуждение ввести, что русский язык XIX века, он деградировал по отношению к русскому языку XVIII века и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, здесь, когда мы говорим о чистоте языка, здесь все познается в сравнении, и все зависит от тех критериев, и от того уровня языка, от того уровня развития языка, с позиции которого мы критикуем какой-то другой уровень развития языка, вот в чем дело. То есть, я глубоко убежден, что язык будущего это какой-нибудь синглиш, там, сингапурский, английский и смешение английского с китайским, да, то есть, английского как наиболее распространенного языка международного общения с одной стороны, и китайского языка, то есть, каких-то южных диалектов китайского языка, как, хотя, ну, наверное, даже и не только южных, но и мандаринского диалекта китайского языка, как языка, на котором говорит большая часть населения Земли, да, потому что каждый пятый человек на Земле это китаец, и в будущем этот демографический показатель в отношении количества, собственно, китайоговорящих людей, он будет только расти, учитывая существующие демографические тенденции, поэтому, как бы, естественно, рост вот этих глобальных тенденций, он окажет свое влияние и на русский язык тоже в будущем, впоследствии, в адаптации русского языка и других языков мира к тем культурным историческим нормам, в которых общество будет существовать в тот момент. Вот. Так, вот мне пишут, что ниже какие-то вопросы, но я пролистал, я каких-то интересных вопросов не услышал, то есть, там все вопросы, которые содержались, я на них, на самом деле, ответил. Вот, поэтому, собственно, чистота языка это для меня достаточно аморфное понятие, и я тут, ну, во-первых, я не лингвист, я не филолог, то есть, это маргиналу надо спрашивать по поводу чистоты языка, я как-то очень скептически это все оцениваю, потому что я рассматриваю язык, феномен языка не в его статическом состоянии, а в его состоянии естественной динамики, которая обусловлена культурными заимствованиями и развитием, появлением новых слов, исчезновением старых и так далее, поэтому, как бы, тут не совсем понятно, о чем идет речь. Да, и в целом, с позиции философии Ницше, мироздание это динамичный поток, не имеющий начальных и конечных форм и состояний. Да, и в этой связи достаточно сложно нам говорить о частоте какого-то значит, явления отдельно взятого. То есть, частота это всегда что-то относительное. Все зависит от того, с чем сравнивать. Так, Всеволод Курчатов спрашивает, с чего бы начать ознакомление с деятельностью Савельева? Ну, посмотрите вот какие-нибудь ролики на ютубе на канале Савельева и на значит, канале ссылка на который идет с сайта Савельева. То есть, его какие-то лекции также есть в интернете, в ютубе все выложено. Какие-то интервью, которые я в том числе с ним записывал. посмотрите лекцию его с ответами на вопросы, которые я ему организовал в Институте Философии Российской Академии Наук. Я там как бы тоже присутствую, задаю вопросы. Там сначала видео, оно как бы поделено на две части. Первая часть это лекция Савельева, а вторая это собственно те вопросы, которые ему люди задают на семинаре. то есть философы и студенты значит профессоры, студенты и так далее. Почитайте книжки научно-популярные Савельевские, то есть в частности изменчивость и гениальность, нищету мозга, происхождение мозга и так далее. Почитайте критику, критические отзывы, то есть там ну как правило люди левых взглядов они Савельева критикуют наиболее яростно, то есть это марксисты, либералы. вот значит критика у нас и на сайте антропогенез.ру есть, ну там критика не на всего Савельева, да, и не на всю совокупность его взглядов, а на одну конкретную книгу, в которой речь идет об эволюционном становлении человека, да, и так далее. Вот Вассерман также критику писал на Савельева и так далее. То есть в принципе вы можете сравнить вот эти разные позиции, да, то есть с одной стороны позиции, которые Савельев говорит в своих научно-популярных книгах и лекциях выступлениях, в том числе и на радиомаяк, и у него есть очень интересная содержательная лекция в институте кристаллографии, тоже опять-таки все есть либо в ютубе, либо в видеозаписях официальной группы Савельева в ВКонтакте. И также сравнить это с какими-то критическими отзывами, которые также в большом количестве в интернете, на просторах интернета можно обнаружить. Так, ну вот ссылку даже на какой-то канал дали. Так, Данник Богоедов, ну и фамилия у вас, спрашивает, Марго пророчил судьбу Европы или еще можно что-то исправить. Ну, я не помню в точности какую судьбу Европы Маргинал напророчил, по-моему там что-то связанное с европейским халифатом было. Ну, собственно, такие пессимистические, условно говоря, пессимистические оценки многие дают значит аналитики Европе, в частности вот Чудинова, по-моему, да, такая писательница из Пырик, она написала книгу «Мечеть Парижской Богоматери», где, ну это художественная книга, где говорится о том, что какое будущее ждет Европу, что когда исламисты захватят власть и будут там уничтожать христиан, вот, и христиане, значит, они забаррикадируются в соборе Парижской Богоматери для того, чтобы там совершить последнее богослужение и взорваться, для того, чтобы собор Парижской Богоматери не достался исламистам, вот, ну то есть, это вот опять-таки такие пессимистические оценки и предупреждения каких-то христианских традиционалистов, да, которые вот очень озабочены ростом количества исламистов в Европе. Но парадокс здесь состоит в том, что эти люди, ну то есть, эти традиционалисты, эти условно, мы можем назвать их исламофобы, да, они, значит, рассматривают христианство как часть и как, собственно, фундамент европейской традиции. Хотя христианская религия, если мы берем ее исторический генезис, она на заре своего появления была таким же агрессивным сегментом ближневосточной экспансии на европейский континент, как и ислам в современные дни, да, то есть, собственно, иудаизм, христианство и ислам это три авраамические религии, которые не возникли в Европе, а возникли на территории, значит, Ближнего Востока. И поэтому, когда, собственно, ранние христиане пришли в Европу и когда христианство только стало государственной религией в римских, значит, в различных осколках Римской империи, то христиане, они себя вели по отношению к язычникам и к языческим храмам и к языческой культуре точно так же, как сейчас себя ведут так называемые салафиты, радикальные исламисты. Они, значит, сжигали и рушили статуи, храмы, сжигали библиотеки языческие, значит, сжигали Александривскую библиотеку, которая была наиболее крупной сокровищницей знаний, и уничтожали большое количество населения, которое было не согласно с обращением в христианство и так далее. То есть, по сути, христиане на заре своей истории, на заре своего пребывания в Европе уже в качестве такой доминирующей силы, они вели себя точно так же, как, собственно, сейчас пытаются себя вести так называемые исламские фундаменталисты и исламские террористы в Европе. То есть, можно сказать, что здесь история опять-таки играет с христианами злую шутку, потому что сначала они были такой дестабилизирующей силой и такой радикальной сектой, с которой римская, языческая римская империя безуспешно вела борьбу на протяжении столетий. Вот, а сейчас уже, собственно, мусульмане, они приходят в Европу и они ведут себя точно так же по отношению к христианам, уничтожая их храм и их культурное наследие. Вот, но самое опять-таки самое смешное в том, что христиане и христианские традиционалисты в Европе, они стараются не замечать и не акцентировать своего внимания на этих параллелях, да, то есть, хотя параллель это очевидно. Вот, ну, тот, кто хочет посмотреть опять-таки в художественном, в виде как бы художественных фильмов, вот эту проблематику столкновения языческой и христианской культуры, он может посмотреть фильм Агора, который повествует о судьбе Гепатии Александрийской, то есть, это женщина-философ, женщина-астроном, значит, женщина-физик, и как ее судьба складывалась уже в Византии, которая, значит, где христиане превратились в какой-то момент в доминирующую силу и как они себя вели по отношению к предшествующему языческому наследию, то есть, если переносить такую вот эту ретроспективу, значит, и сопоставлять положение, значит, того периода времени и современности, то здесь мы увидим, конечно, массу аналогий, которые христианскими традиционалистами так называемыми будут восприниматься очень болезненно. Вот. А по поводу судьбы Европы, ну, я думаю, что все опять-таки вдрейфует в сторону, условно говоря, гражданской войны, где воевать будут с одной стороны потомки коренных европейских наций, то есть, это белые нации, там, континентальной Европы и британских островов и, примкнувшие к ним сторонники европейских и каких-то секулярных, ценностей с одной стороны, а с другой стороны против них будут воевать вот именно потомки мигрантов из стран Арабского Востока, Африки, значит, и так далее. То есть, вот будет такой глобальный конфликт в европейских масштабах, а уже кто победит в итоге в этом военном конфликте, я уже судить не берусь, то есть, это зависит уже от баланса, от расстановки сил и так далее. То есть, ну, возможно, такой конфликт будет не один, вот, а их будет несколько, но прежде всего такие конфликты, на мой взгляд, вспыхнут во Франции и в Британии, я думаю. Так, вопрос от Ника Унтерова, как относишься к митингам дальнобоев? Ну, я что-то слышал по поводу того, что сейчас дальнобойщики митингуют, что им ввели где-то платный проезд по каким-то трассам, и они негодуют, потому что они из собственного кармана вынуждены за это платить. Но, опять-таки, у меня нет телевизора, и я не особо много слушаю радио, именно какую-то политическую аналитику в последнее время, поэтому я немножко просто не в теме, не в материале. Ну, и плюс не так много читаю новости в интернете, поэтому мне там сложно судить о каких-то нюансах, но вообще учитывая ухудшение экономического положения в России в последнее время, то есть это связано с таким противостоянием между Россией и, условно говоря, западным миром, которое вошло в свою такую очень острую фазу после возвращения Крыма в состав российской государственности, то рубль упал в два раза, и, соответственно, и с пенсиями сейчас проблема с заморозкой каких-то пенсионных показателей, пенсионный возраст, скорее всего, будут повышать, и, в целом, экономическое положение ухудшилось, поэтому, я думаю, что в перспективе митинговать в России, конечно, и негодовать, и устраивать какие-то акции протеста будут не только дальнобойщики, но и представители каких-то других категорий населения, прежде всего, наиболее обездоленных. Вот, но, опять-таки, я немножко не в материале нюансов того, что там происходит с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что все эти митинги, если там будут выдвигаться помимо экономических, также какие-то политические требования, хотя, опять-таки, это не обязательно, они, скорее всего, будут объявлены, что это все инспирировано пятой колонной, Обамой, либералами, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, этих дальнобойщиков, скорее всего, объявят врагами России, если их уже не объявили. А вот пишут, значит, Ежи высказывал свое отношение к революционерам на предыдущих эфирах. Ну, я не хочу сказать, что вот эти дальнобойщики, которые сейчас митингуют против того, что они оказались в плохом экономическом положении, они прям какие-то революционеры. Я думаю, что люди имеют право отстаивать свои права. Там хуже будет, если в среду этих дальнобойщиков просочатся действительно какие-нибудь там леваки, какие-нибудь настоящие революционеры, которые, значит, будут выдвигать не только экономические, но какие-нибудь политические требования, то есть, там какой-нибудь коммунизм построить. Вот, значит, то есть, если эти протесты дальнобойщиков или других каких-то категорий населения, они примут массовый характер, то правительству скорее всего в интересах стабильности придется пойти на какие-то меры, да, но если там наряду с экономическими требованиями будут озвучены какие-то политические требования, то, соответственно, уже как бы позиция правительства скорее всего будет чисто репрессивной, то есть, они скорее всего уже ни на какие уступки не пойдут, вот, поэтому в этом тоже проблема есть определенная. Так, Радик из Исламов спрашивает, нашел сборник Крик Савельева в электронном формате, искал везде, нашел на забытом всеми торрент-трекере. Покупать в бумажном варианте денег нету Савельев не она нет, Радик, слушайте, вы неправильно делаете, нужно поддерживать профессора денежкой, как же это. А вы можете, кстати, в библиотеку пойти, если вы в большом городе живете, то наверняка есть какие-нибудь крупные библиотеки и там книги Савельева можно найти в принципе, так что не обязательно. Ну, хотя, опять-таки, кому как интереснее читать, то есть, кто-то с компьютера нормально читает, кто-то любит книгу, значит, кому-то надо книгу в руках держать. Это все на любителя. Так, на торрент ретикерах есть все, что вам угодно, разве это не иллюзия? Савельев неоднократно говорил, что в интернете нету знаний и что там только иллюзия. Ну, смотрите, здесь речь идет о том, что для того, чтобы найти что-то в интернете, надо знать, что искать. Во-первых, с одной стороны. А с другой стороны, какие-то научные данные, какие-то научные журналы и так далее, они раньше, допустим, на заре появления интернета, далеко не все оцифровывалось и в интернет выкладывалось. Вот. Ну и, наверное, даже сейчас не все далеко исследования, которые вообще существуют в научном сообществе, они в интернете хорошо и разносторонне как-то освещаются и так далее. Вот. Поэтому, как бы, ну, здесь сложно судить меня на самом деле. Здесь надо мониторить как-то ситуацию, что есть в интернете, чего нет, на каких сайтах и так далее. То есть, вот Маргинал, например, говорит, что он сейчас в большей степени не читает книги, а читает какие-то научные статьи на каком-то ресурсе и это, в принципе, для него достаточно содержательно. А, вот какая-то ссылка на книгу Эректус бродит между нами. Ну, я видел эту книгу в Библиоглобусе и очень активно так продают, хотя она не на очень хорошей бумаге издана. Вот. Ну, там, в принципе, упор на расологию скорее делается, но опять-таки эта книга к Савельеву никакого отношения не имеет, это Авдеев ее издал, книга какого-то американского, по-моему, автора, который именно по расологии выбирает. Савельев, как морфолог мозга, наоборот, говорит о том, что индивидуальный полиморфизм мозга, он перекрывает расовый уровень, поэтому для Савельева то, что связано с расологией не так актуально, хотя, естественно, как честный и грамотный биолог, он признает фактор расовоизменчивости. Так, следующий вопрос от Ника Унтерова. Считаешь ли борьбу США и европейских держав с ИГИЛом показушной? Ну, отчасти, да, отчасти можно так сказать, потому что там, значит, США занимает очень интересную позицию, они говорят, что они борются против ИГИЛ, но поддерживают политическую оппозицию, военную оппозицию Асаду, режиму Асаду, Асада. То есть, с одной стороны, американцы хотят воевать, ну, опять-таки, с их слов, хотят воевать с исламским государством и хотят его уничтожения, а с другой стороны, они пытаются поддерживать как-то вооруженную оппозицию режиму Асада в Сирии. Но проблема в том, что исламское государство и вооруженная оппозиция Алавитской верхушки, Башару Асаду и тем людям, которые стоят за ним в Сирии, это, ну, очень часто это одни и те же люди. То есть, разница между боевиком исламского государства и умеренным, значит, оппозиционером, как я неоднократно на эту тему иронизировал, в том, что исламист отрезает голову полностью, а умеренный оппозиционер до половины. Вот, поэтому здесь Америка пытается, ну, то есть, да, внешний политический курс США, он состоит в том, чтобы попытаться усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, добиться каким-то образом смещения режима Асада в Сирии руками военной оппозиции, с одной стороны, а с другой стороны, уничтожить исламское государство. Проблема в том, что эти цели, они взаимоисключающие. Вот в чем дело. Но здесь еще проблема в том, что оружие, которое американцы скидывали для помощи так называемой оппозиции или вообще для каких-то сил, которые с исламским государством пытались воевать, оно в итоге оказывалось в руках самих исламистов. То есть, оно с парашютов либо по ошибке по какой-то трагической, либо так и было задумано. Это оружие, эти ящики с оружием, они и с патронами и так далее. Эти ящики сбрасывались на территорию, которая была уже занята исламским государством и так далее. Ну и плюс США, они ориентируются на оппозицию своих союзников в регионе, а союзники США в регионе помимо Израиля, это собственно Саудовская Аравия и Катар. То есть, это те страны, значительная часть элит этих стран, они поддерживают и финансируют собственно исламское государство. То есть, изначально исламское государство создавалось как значит какой-то фактор и какая-то сила, которая во-первых не допустит к власти в Ираке шиитское большинство, потому что если шиитское большинство после того политического вакуума, который образовался в Ираке после собственно смещения Саддама Хусейна теми же самыми американцами, если шиитское большинство захватит власть в Ираке, то соответственно Ирак и Иран превратятся в некий единый блок шиитских государств, а Америке усиление Ирана невыгодно, потому что Иран это собственно противник США в регионе, да, и противник союзников США в регионе, потому что между шиитскими и суннитскими странами там существует не только религиозное, но и геополитическое противостояние, и поэтому собственно внешнеполитический курс США взял значит избрал стратегию разделения Ирака на ряд каких-то противопоставленных друг другу анклавов для того, чтобы именно не допустить шиитское большинство к власти собственно во всей стране, и с другой стороны вот эта вооруженная исламистская оппозиция, вот эти салафиты, вот это исламское государство, и в целом все тенденции так называемой арабской весны, то есть так называемые исламские революции в кавычках да, опять-таки в таких странах как Египет где Мубарака свергли значит и в Ливии где был отчасти значит бомбардировками значит западных союзников отчасти внутренней оппозиции которая также состояла в первую очередь из исламистов был смещен и убит Каддафи да, ливийский руководитель то есть в целом для внешнеполитического курса США характерно использовать вот эти вот силы деструктивные для именно смены неугодных режимов в регионе и здесь вот собственно образовалась вот эта проблема потому что с одной стороны исламское государство было выращено для борьбы с шиитами в Ираке и для смещения режима Баш-Расада в Сирии но с другой стороны как бы исламисты начали набирать силу в регионе и собственно представлять угрозу уже для других стран включая уже и союзников Соединенных Штатов да, потому что исламское государство оно потенциально угрожает Израилю вот потому что исламисты в ряде случаев они уже на границу с Израилем выходили и там тоже были вооруженные провокации и отчасти также вот эта радикальная исламистская верхушка она уже представляет угрозу и даже для Катара да и собственно и так далее вот ну и плюс еще курдский фактор да потому что с одной стороны США то есть с одной стороны курды они выступая как один из дестабилизирующих факторов они заинтересованы в разделении Ирака на ряд отдельных анклавов для того чтобы часть территории Ирака использовать для создания собственного национального государства так называемого независимого Кургистана и курды это собственно одна из сил которая активнейшим образом воюет против исламского государства да с одной стороны но с другой стороны Америка она не может не ориентироваться на нужды Турции в регионе а Турция она расценивает собственно вот этот курдский фактор в очень негативном свете потому что курды они в Турции выступают как национальные территориальные сепаратисты потому что для создания вот этого так называемого независимого Кургистана они хотят часть у Турции отнять тоже поэтому там очень такое хитросплетение различных факторов и Америка и Европа они стараются занимать какую-то очень лавирующую такую позицию потому что с одной стороны они значит вроде как борются с исламским государством с другой стороны они вынуждены ориентироваться на интересы Турции которая значит бомбит в первую очередь курдов а уже потом исламское государство в третью очередь они вроде как заинтересованы в смещении режима Башара Асада а если они будут как бы если они уничтожат исламское государство то режим Асада в Сирии скорее всего устоит и так далее то есть здесь очень все сложно да и опять-таки если исламское государство будет уничтожено или ослаблено в большей степени то опять-таки усилятся позиции шиитского большинства усилятся позиции хусидов позиции Ирана в регионе что для Америки и для американских союзников и в Европе и на Ближнем Востоке невыгодно вот поэтому здесь позиция России она в дипломатическом отношении более выгодна и более последовательна потому что союзником России в регионе является Иран да и поэтому собственно России не нужно вот как-то так лавировать то есть Россия может занимать более последовательную позицию в уничтожении исламского государства потому что Россия также боится что эмиссары исламского государства в Средней Азии и на Кавказе они будут также своих боевиков засылать и в Россию и значит на российском Кавказе и в регионах где большое количество мигрантов содержится там также будет значит расти террористическая угроза то есть это опять-таки возвращает нас к той теме которую я освещал в первой части эфира вот поэтому здесь все очень 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 сложно так вот следующий вопрос от человека у которого Юзеф Пилсудский на аватарке и непроизносимый абсолютно ник получается что мозг проявляет собственное внутреннее сознание как внутреннее причем внутреннее в кавычках хотя в кавычки нужно было поместить слово сознание когда он принимает те или иные решения и делает какие-то заключения до того как они попали в зону традиционного в кавычках личного сознания человека мозг это отдельный разумный орган в составе человеческого организма знак вопроса или в мозге уживаются оба этих сознания личное и надлично сна знак вопроса или мозг это сосок и все сказанное вами имеет субъективную природу но смотрите в чем дело здесь все зависит опять-таки от терминологии что мы называем сознанием что мы называем внутренним насколько мы производим дихотомию различных или там трихотомию различных факторов внутри функционирования самого мозга и так далее то есть здесь скорее не совсем корректно говорить о том что мозг обладает каким-то своим разумом а человек отдельно от своего мозга обладает каким-то своим разумом нет здесь речь идет о том что в мозге существуют разные центры то есть в мозге прежде всего есть разделение на лимбику и на кортекс и внутри самого на кортексе существуют также различные функциональные поля которые отвечают деятельность вот то есть есть помимо всяких собственно сенсорных областей есть ассоциативные центры так называемые которые находятся в лобных и в теменных долях вот но здесь дело в чем что какому-то действию которое бы человек осознал как свой сознательный выбор уже на том вот именно вот на уровне вот такого осознания до этому действию этому решению принятому до этому выводу предшествует разве активность вот именно взаимодействие вот этих различных центров мозга то есть не некий акт калькуляции некий акт вычислительной деятельности где окончательное решение становится грубо говоря очевидным на языке мозга на языке вот этих происходящих внутри мозга значит процессов синаптогенеза и биохимических процессов внутри синапсов для мозга этот конечный вывод становится очевидным ну опять таки с позиции выводов эксперимента группы хайнеса за определенное количество времени то есть за временной промежуток от доли секунды до там 10 12 секунд до того момента как человек осознает это решение как свой сознательный выбор то есть ну вот я озвучил как это происходит а вы как бы понимаете это как хотите значит денис малышенко спрашивает ежи а как вы первые познакомились с учением савельева ну с учением савельева я познакомился в большей степени наверное когда смотрел ролики значит различные выступления профессора которые в интернет были выложены то есть это и какие-то частные интервью и то что он в каких-то популярных медиа озвучивал и там в институте кристаллографии тоже его лекция вот но с самим профессором я познакомился еще ранее то есть еще задолго до этого потому что савельев в том собственно учебном заведении где я получал первое образование он читал курс анатомии мозга кстати на психфаке и он об этом своем опыте он неоднократно рассказывал то есть как он у психологов читал анатомию мозга курс анатолий анатомии мозга вот то есть на тот момент савельев он еще не был так популярен особенно в интернете хотя собственно он уже на тот момент был профессором доктором биологических наук вот но собственно вот его вот эти специфические взгляды его подход к проблематике связанные с мозгом и всем с тем что с этим связано как вызывало определенное внимание по крайней мере у меня хотя впоследствии я убедил имел собственно возможность убедиться в том что такой подход и такая система взглядов представлений она не только для савельева до характерно но и для вообще любых людей которые имеют высшее биологическое образование связанное именно с мозгом то есть устройством нервной системы сенаптогенезом и так далее вот то есть те люди которые обычно критикуют этот взгляд и от этот набор подходов да то что они условно называют биологическим редукционизмом вот они как правило не имеют такого образования то есть они либо не имеют биологического образования вовсе либо они не имеют биологического образования которое бы напрямую было связано именно вот с устройством с развитием нервной системы сенаптогенезом и так далее потому что когда я пообщался собственно с какими-то другими кандидатами допустим биологических наук с людьми имеющими высшее биологическое образование именно в этой области то я с удивлением обнаружен что с удивлением обнаружил что они совершенно независимо от савельева все те же самые взгляды они и значит озвучивают то есть это вот опять-таки тоже такой парадокс для людей которые думают что все эти взгляды они только от собственно самого савельева исходят вот а под поскольку если он одинок да в своих вот этих выводах то скорее всего он либо там какой-то гений выдающийся либо он наоборот лжеученый ну на самом деле не то не другое скорее всего то есть те идеи те взгляды которые он озвучивает они находятся в тренде именно биологической науки в тренде именно вот аспектов связанных с морфологией мозга с сенапты с изучением синаптогенеза и так далее единственное он в плане подачи материала он менее политкорректен чем допустим какой-нибудь марков до который таким же является по сути биологическим редукционистом да и ну в кавычках да и также очень многие выводы озвучивают те же самые которые и савельев говорит но делает это более как-то обтекаемо в более таком либеральном свете это все преподносит хотя у него есть на самом деле очень такие жесткие цитаты например он говорил о том что собственно люди верят в бога потому что у них там клетки в теменных областях на кортекса плохо очень там функционируют или там у них не хватает клеток нужного количества клеток да ну что и отчего естественно не может не помпить у каких там психологов и религиозных людей хотя опять-таки повторюсь это марков а никакой не а савельев и так далее так 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 вот а андрей смирнов спрашивает за кого я буду воевать в этой войне ну и здесь видимо речь идет об очертаниях то того грядущего военного конфликта гипотетического в европе который я обрисовал вы знаете я наверно за коренных европейцев буду воевать то есть ну нет конечно писал о том что ислам это более здоровое явление в культуре чем христианство но здесь дело в том что нитша он нам не был знаком с теми абскурантистскими жестко течениями ислама которые появились именно вот в конце 19 века то есть нитша он больше свой вывод базировал на охватывании такого исторического опыта мирового в том числе европейского да и то есть он больше базировался на представлениях оба условно говоря традиционном исламе который внес серьезный вклад для развития наук на ближнем востоке и не только да то есть многие научные достижения для нас дошли благодаря тому что они скрылись от европейской инквизиции на территории контролируемой мусульманами и так далее вот но современные салафиты они выступают с совершенно других позиций то есть они их можно причислить к оппозиционерам жестко религиозно фундаменталистского и неолудитского даже отчасти толка вот то есть они такую вот именно альтернативу вектор развития современной цивилизации предполагают как значит жесткий религиозный фундаментализм абскурантизм теократия построенная на законах халифата и они воюют прежде всего против секулярных тенденций современного европейского общества вот и именно уже в этом разделении мне ближе естественно ценности европейские да то есть условно говоря традиционные ценности которые базируются не столько на христианском сколько на именно фундаменте скажем наполеоновском на фундаменте римской империи и на фундаменте норма секулярного общества поэтому я выступаю против теократов против религиозных абскурантистов так ну вот наверно на два последних вопроса я отвечу и буду уже закругляться потому что сегодня я опять побил побил все рекорды по длительности эфира так ник унтеров продолжает спрашивать но ведь участие россии в войне только увеличивает шансы на теракты в стране не являлится ли это война отвлечением внимания населения от проблем внутри страны типа донбасса так же как влиять обывателю на неблагополучную ситуацию в стране если не революции ой как много как на много всего придется ответить в этом вопросе но смотрите чем дело по поводу роста либо уменьшение террористической угрозы если не уничтожить исламское государство сейчас то исламское государство станет питательной базой для расширения сети лагерей подготовки боевиков которые будут отправляться в другие регионы мира в том числе и в россию то есть исламское подполье в то есть фундаментальное исламистское подполье в россии она устроена таким образом что сначала человек едет получать условно говоря высшее богословское образование за рубеж там он из пяти лет один год изучает теологию значит мусульманское богословие четыре года изучает подрывное террористическое дело и с таким багажом знаний возвращается назад в россию в этом проблема то есть уничтожая исламское государство сегодня уничтожается террористический задел на будущее то есть уничтожается вот именно вот этот гнойник который впоследствии может давать свои метастазы в различные другие регионы планеты в том числе и в россии в первую очередь потому что россия имеет обширную и самую протяженную южную границу с вот этими южными среднеазиатскими республиками через которые идет и наркотрафик и вал нелегальных мигрантов и исламистов из хазбутах рир и так далее и тому подобное то есть уничтожение исламского государства в перспективе она должна уничтожить все те лагеря боевиков весь тот актив террористический который впоследствии может себя проявить в россии в самой россии да ну и плюс здесь крайне важно уничтожать вот этих террористов исламистов салафитов значит не только на территории собственно ближнего востока на территории исламского государства значит усиляя позиции своего союзни союзника ирана в регионе да потому что иран это шиитское государство шииты и салафиты они терпеть друг друга не могут но совмещать это также с борьбой с террористическим подпольем внутри страны то есть вот комплекс эти меры они нужны в комплексе это первый момент второй момент по поводу отвлечения внимания ну я не знаю насколько это будет отличие отвлечением внимания от каких-то внутренних проблем то есть если вот вы будете 24 часа сидеть смотреть телевизор не отвлекаясь то возможно действительно это отвлечет для вас внимание от каких-то внутренних проблем российского общества хотя опять-таки вам нужно будет что-то кушать платить там за свет за газ за воду и так далее и каждый раз вы будете видеть что цены растут зарплаты падает и так далее то есть но по сути внешней политикой сложно в действительности как-то отвлечь вас от внутренних проблем если вы не совсем там конченая быдло и так далее по поводу революции в россии революция в россии может произойти только если водку запретить продавать в магазинах то есть вот такого плевка в душу российская общественность конечно не переживет вот то есть если там поднять цены на водку радикально или там вообще запретить промышленное производство и продажу алкоголя тогда действительно вспыхнет революция в остальных случаях то скорее всего революции никакой не будет будет в самой пиковой в самой сложной ситуации какие-то массовые протесты да и в итоге властям придется пойти на какие-то уступки на какой-то рост социалки снижение там налогов и так далее ну то есть возможно за счет каких-то крупных за счет прибыли каких-то крупных госкорпораций это произойдет скорее всего либо просто произойдет какой-то именно кулуарный переворот государственный уже внутри самой правящей верхушки и во всех бедах будет объявлено просто предшествующее правление да то есть грубо говоря объявят козлом отпущения как каких-нибудь министров там отправленных в отставку или даже какого-нибудь путина которому на смену придет какой-то новый политический лидер и то есть таким образом все это будет сделано каким образом массы могут влиять на политическую и на социальную ситуацию в стране в стране это не обязательно поднимать какую-то революцию потому что изменения внутри страны они могут происходить не только революционно но и посредством каких-то реформ но проблема российской специфики в том что государство на любые реформы идет очень с большой неохотой очень сильны тенденции инерции консерватизма и поэтому такие массовые выступления какие-то ну если они действительно примут такой массовый характер они могут побудить власть каким-то действием именно для того чтобы перед столкнувшись со страхом с возможностью потерять власть в стране до власть пойдет на какие-то реформы таким образом да ну в действительности революция тоже не произойдет так вопрос ежи знаете черниговскую почему люди так думают что все процессы в мозге детерминированы чем-то нематериальным нет я не знаю какая-то черниговская по поводу того что все процессы в мозге детерминированы чем-то нематериальным я здесь ничего не могу сказать потому что во первых ничего нематериального не существует вообще в принципе то есть но любые процессы которые происходят они всегда материальны но опять-таки здесь все зависит от того насколько широко вы интерпретируете само понятие материя да потому что для кого-то там условно говоря что-то нематериально для кого для кого-то другого наоборот материально и по поводу того что все процессы в мозге они детерминированы не значит процессами синаптогенеза чем-то иным но видите ли в чем дело мозг не устроен как ретранслятор то есть он не устроен как какой-то орган как у какой который откуда-то там с неба там от бога там или еще откуда-то получает какие-то сигналы и потом на основе них комбинирует свою мыслительную деятельность мозг это именно актер мышления то есть он формирует ту содержательную часть мыслительных процессов которую собственно которая нам всем известно да и так далее которые неизвестно тоже то есть даже те глубокие сложные процессы которые мы не можем сознательно анализировать опять опять-таки сами эксперимент группы хайнеса на основе чего мозг принимает да вот эти решения и что является для него исходным частью исходной частью вот этих вот алгоритмов которые внутри него запускаются мыслительных это сенсорные собственно наши сенсорные органы которые связаны с нашей нервной системы и из которых мы сигналы получаем то есть это там зрение слух тактильные ощущения там и и так далее и тому подобное вот если мозг получает сигнал на основе как бы исха из своих сенсорных зон и на основе них в процессе синаптогенеза комбинирует ту мыслительную деятельность которая как бы и ту и те как бы и рефлекторную деятельность да и так далее которая собственно выливается в нашей повседневной деятельности все никаких других нематериальных факторов да там не существует просто в этом процессе то есть это все на самом деле очень хорошо изучена нейробиологами так вот павел петров приводит мою стату что ислам более здоровое явление в культуре чем христианство ну да действительно я на об этом много говорил и на предыдущих и вирах в том числе что ислам формирует более здоровые отношения между собственно гендерами и так далее и тому подобное но опять-таки это относится к миру скорее традиционного ислама который имеет историю длинную на протяжении многих столетий да потому что ислам возник как религия всему 7 веке новой эры но я не говорю о современных вот этих экстремистских течениях салафитских и так далее потому что как раз это не и ислам в целом да то есть нельзя судить о мире ислама в целом по именно вот этим экстремистским сектам а это именно какая-то какой-то частный случай да то есть точно также мы не можем судить о всей христианской культуре и все христианской цивилизации по каким-нибудь там не знаю пятидесятником или какой-нибудь малочисленной маргинальной но при этом крайне агрессивной христианской секте вот поэтому здесь я думаю такое мнение может быть исчерпывающим ответом вот поэтому здесь все в нюансах познается то есть если вот эти радикальные фундаментали фундаменталисты исламисты они хотят тракты а кратию